Девушки отдыхают Мы читаем по большей части об одном из сыновей Иакова. Это первый сын Рахили, старший брат Вениамина, величайший человек, которого зовут Иосиф. На Иосифа мы уделим Иосифу очень много времени. Мы уделим время духовным урокам, практическим урокам этого фрагмента книги Бытие. Поразительно, что такой большой раздел, такой продолжительный раздел книги Бытие уделен Иосифу. Весь оставшийся текст, кроме 38 главы, все это история Иосифа. В 37 главе эта история начинается. Иаков живет в Ханаане вместе со своими детьми. Иосифу 17 лет. 3 стих говорит, «Израиль или Яков любил Иосифа более всех сыновей своих». Мы с вами говорили о тех проблемах, которые начинаются, когда есть многоженство. О тех проблемах, которые бывают, когда у человека несколько жен. Одна из проблем заключается в том, что трудности испытывает не только первое поколение. Как можно иметь двух жен или десять жен? Как они будут уживаться друг с другом? Как вы сможете любить всех ваших жен одинаково? Конечно, Яков не мог. Не жен любить одинаково, не детей любить одинаково. У него были любимые и нелюбимые. У некоторых из вас есть дети. И я понимаю, что во всех семьях по-разному. Но я могу совершенно честно сказать, что я всех своих детей люблю одинаково. Но я знаю, что не у всех родителей так. Мне кажется, что некоторые родители просто ничего сделать по этому поводу не могут. И яков ничего не мог сделать. Он любил своего сына Иосифа. С этим ничего он сделать не мог. Но он, по крайней мере, мог не проявлять тот факт, что Иосиф у него любимчик. Но он проявлял. Он подарил ему особые одеяния, особые одежды, показывая, что это любимый сын. Братья Иосифа не только знали о том, что отец любит Иосифа больше них, но им постоянно об этом напоминали. Так, мы идем, мы смотрим к себе в шкафчик, мы смотрим и решаем, что мы сегодня наденем, что мы сегодня наденем, какая одежда у нас будет. В те времена у каждого человека была одна пара одежды, одна перемена одежды. Люди носили одну и ту же одежду. И каждый день перед глазами братьев Иосифа, маячил Иосиф, напоминая им о том, что отец любит его больше, чем он любит их. Просто по одежде. И им стало невыносимо. Они не могли уже относиться к нему с любовью. Так что две вещи. Отец Иосифа любил его больше всех остальных, но братья Иосифа ненавидели его. Ненавидели настолько, что ничего не могли с собой сделать. Они проявляли эту ненависть. Когда они обращаются к нему, они говорят с ним, было очевидно уже, что они ненавидят его. И увидели братья его, что отец их любит его, более всех братьев его. И возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Но дальше больше, дальше хуже. Это важнейшая тема в жизни Иосифа. Иосиф видит сон. Пятый стих мы читаем. «И рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более». Он рассказывает им свой сон. Он видит снопы среди поля. И сноп Иосифа поднялся выше снопов братьев. «Братья говорят, что же ты будешь над нами властвовать? Что же ты будешь над нами править?» Девятый стих. У него еще один сон. «Ему привиделось, что луна и солнце и другие звезды поклонялись ему». Солнце и луна – это, очевидно, мать и отец. А звезды – это братья. Они поклоняются земле. Они поклоняются ему. Яков, конечно, любил Иосифа. Но Якову не понравилось, что Иосиф рассказывает эти сновидения. Давайте на минуточку задумаемся о том, что здесь происходит. Поймите, пожалуйста, вот что. В истории Иосифа многие библейские учителя обращают внимание на ошибки Иосифа. Обращают внимание на то, что он сделал неправильно. Что ему не нужно было бы делать. Я вам хочу сказать вот о чем. Эти библейские проповедники очень образованы и очень благочестивы. Они пишут книги. Я не ученый. Я не написал в жизни ни одной книги. Но я должен вам сказать вот что. Я считаю, что они неправы. Но мы, что никаких ошибок Иосиф не совершал. Ну или, по крайней мере, Моисей ни о каких ошибках Иосифа нам не рассказывает. Я объясню вам, почему так считаю. Против Иосифа имеют то, что он рассказывает братьям такие неприятные вещи. Он представляется таким гордецом. Он настолько их провоцирует, настолько их сердит, злит. Почему он не замолчал? Зачем он хвастался содержанием своих снов? Я бы ответил на это так. Сны-то ведь пришли не от Иосифа. Сны пришли от Бога. Иосиф не сам все это придумал. Бог ему это дал. Но тогда перед нами вопрос. Как Бог озвучивал свое слово? Как Бог передавал свое слово в те времена? Вот Библия на русском языке. Библии на русском языке у них тогда не было. Вот Библии на английском языке. Библии на английском языке у них тогда тоже не было. Вот Греческий Новый Завет. Нового Завета на греческом языке у них тогда не было. И Еврейского Ветхого Завета у них тоже тогда не было. Библии у них не было вообще, в принципе. Иосиф получал сновидения в то время, когда не было еще записанного Слова Божьего. В поколении Иосифа Бог открывал Своё Слово, Бог открывал Свою истину, Бог открывал Свою волю, Бог открывал будущее не письменными способами, не через книгу, иначе. В частности, Бог открывал Своё Слово через сновидения. Теперь давайте задумаемся о христианском Евангелии. Христианское Евангелие говорит, что все мы грешники, что все мы заблудшие люди, что мы потеряны. Мы заслуживаем Божьего гнева. Мы ощутим, испытаем на себе Божий гнев. Христианское Евангелие говорит, что нам доступно укрытие от гнева Божия через веру в то, что Иисус из Назарета, единственный Сын Божий, взял на Себя наказание за наши грехи. Взял на Себя наказание от праведного Бога Отца на кресте в Иерусалиме 2000 лет назад. И через жертву Иисуса Христа, если мы обращаемся верой к Иисусу Христу, мы избежим Божьего наказания и укроемся от Божьего гнева. Иисус взял на Себя гнев и наказание, положенное нам. Мы же по вере получаем вознаграждение, положенное тому, кто прожил совершенную жизнь, Сыну Божьему, который всегда и во всем был угоден своему Отцу, Богу Отцу. Вот это Евангелие. Что же мы говорим людям, которые не верят Евангелию? Мы говорим им, что на них останется гнев Божий. Мы познаем любовь Божию, так как они не познают. Они же познают гнев Божий, так как мы его не познаем. Скажите, пожалуйста, разве это не обижает? Ведь это настолько же обидно, как и сон, который рассказал Иосиф братьям. Что же, разве не обижаются на нас неверующие люди? Вот точно так же обижаются братья Иосифа. Ну и что? Это ведь Слово Божие. Это же не мы придумали. Это же не я сказал, вот я Божий любимчик, Бог меня вознаградит, а вас накажет. Мы такого не говорим. Может быть, им показалось, что он это говорил. Но он такого не говорил, и мы такого не говорим. Да, Слово Божие порой обижает. Слово Божие порой некоторых раздражает. Но факт состоял в том, что Иосиф действительно будет господствовать, править над братьями своими. Таков замысел Божий. Если бы Иосиф не сказал об этом, то его действие никак нельзя было бы назвать смирением. Нельзя было бы назвать проявлением благодати. Скорее, его действие было бы не послушанием Богу. Скорее, его действие было бы равносильно скрытием Слова Божьего, обращенного к тому поколению. Если мы с вами не станем рассказывать Евангелие, если мы с вами решим, что столько гордецы надеются попасть в небеса, или нам будет неприятно, что другие не идут в небеса, поэтому мы им ничего не скажем, мы будем непослушными. Мы будем ставить свет наш, свечу нашу под сосуд. Мы не будем светить этому миру. Наше дело нести миру Евангелие. А люди могут сами обратиться ко Христу. Христос доступен и тем людям, которым мы свидетельствуем. Наше же дело рассказать им об этом, засвидетельствовать им. Мы снова увидим это в истории Иосифа, когда Иосиф совершит поступок, про который многие проповедники говорят, нет, не нужно было так Иосифу поступать, но к этому мы еще придем. А сейчас я говорю вам о том, что нет, он не ошибался, он был совершенно прав. Он был верным человеком. Я думаю, ему самому от этого было не по себе. Я думаю, он бы предпочел, чтобы Бог дал такие сны Иуде, чтобы Иуда рассказал о том, что вот Иосиф будет править вовеки. Но сон-то был дан не Иуде, а Иосифу. Значит, человек, который должен был получить благословение Божьего плана, должен также был рассказать братьям о Божьем плане. И братьям, которые ненавидели Его, было от этого тем более неприятно. Но неприятно было также и Отцу, любящему Его. 11 стих 37 главы. Братья Его досадовали на Него. А Отец Его заметил это слово. Да, Отец Его тоже легко так упрекнул, но Он заметил, запомнил это слово. Иаков слишком хорошо знал Бога, Иаков слишком хорошо знал Иосифа, чтобы сказать, наверное, в этом что-то есть. Не просто фантазия, не просто разгулявшееся воображение, разыгравшееся воображение, но Слово Божие, Слово от Бога. Братья Его пошли пасти скот Отца Своего в Сихем. Это то самое место, помните, в котором было совершено великое убийство в 34 главе. Израиль, Иаков, посылает Иосифа посмотреть, как там братья, все ли у них в порядке. Обратите, пожалуйста, внимание на эти два стиха, 12 и 13. Иосиф послан посмотреть, как поживают люди, которые его ненавидят. Иаков хочет, чтобы Иосиф пошел и проследил, чтобы ненавидящие его братья были в безопасности. Отец хочет, чтобы Иосиф рисковал жизнью и прошел через неизвестную, через чужую страну, пришел к тем людям, которые, может быть, еще помнят об этом убийстве 34 главе. Он должен был пойти, чтобы убедиться, что ненавидящие его братья в безопасности. Он соглашается идти. Почему? Да потому что такова воля Отца. Десять гуманитарных служителей, которые были убиты в Афганистане, чем они занимались? Один из них был окулистом, один хирургом, один стоматологом. Эти люди приехали в Афганистан для того, чтобы убедиться, что у людей все в порядке, и для того, чтобы людям помочь. И в этот момент, когда они помогали людям, их и убили. Кстати, не все эти гуманитарные работники были христианами. Большинство были, но не все. Почему они это сделали? Потому что осознавали, что такова воля Отца. По этой же причине Иосиф пошел посмотреть, как дела у его братьев. Он приходит в одно место и не находит там братьев. Я думаю, что Иосиф вполне мог бы прийти и сказать Отцу, «Нет их там». Я пришел, куда ты мне сказал, но там их нет. Но Он все-таки находит их в другом месте, в Дофане. Мы читаем, что Он пошел за Своими братьями. В 17 стихе мы читаем, «И пошел Иосиф за братьями Своими и нашел их в Дофане». Зачем Он пришел? Он пришел для того, чтобы выполнить волю Отца, чтобы принести братьям Слово от Отца, чтобы убедиться, что все у них в порядке. Как же они поступили с Ним? Они решили Его убить. После того, как Леви и Симеон перебили жителей Сихема, Яков пытается сделать все, чтобы семья Его все-таки научилась поклоняться единому истинному Богу. Об этом мы говорили в 35 главе. Но знаете что? Не помогло. Не помогло. Потому что в 34 главе двое братьев убивают молодого человека из другой семьи. В 37 главе гораздо больше, чем двое братьев убивают молодого человека из своей собственной семьи. Не получается. Благочестие нельзя вложить извне. Нельзя заставить человека стать благочестивым и христоподобным. Нельзя заставить человека стать благочестивым через соблюдение религиозных ритуалов, через выполнение внешних требований религии. Мы уподобляемся Христу изнутри. Только Бог это может сделать. Только Бог это может совершить внутри нашего сердца. И к 37 главе сыновья Иакова так и остаются убийцами. Есть еще одна интересная вещь здесь о воспитании. Иаков стал отцом лучшего из людей на этой земле Иосифа. Он стал отцом также других братьев братьев убийц. Так вот хороший он отец или нет? Итак, Иаков направляет Иосифа, чтобы посмотрел как там братья. В 15 и 16 стихах нет, в 17 стихе, а в 17 незнакомец говорит, что они ушли отсюда, ибо я слышал, как они говорили пойдем в Дафан. но это еще 20 миль, где-то 25-30 километров. Значит, им нужно дальше идти. В Евангелии от Матфея, 5 глава, Иисус говорит, если кто-то понуждает вам идти одно поприще, идите два, пройдите второе поприще. По-русски тоже ведь есть такое выражение, пройти еще одно поприще, второе поприще. Значит, пройти больше, чем надо, пройти более длинный путь. В Евангелии от Матфея, 5 глава, контекст таков, если враг хочет, чтобы вы прошли с ним путь, если враг требует этого от вас, сделайте больше, чем от вас требуется. А что если друг от вас чего-то просит? Что если ваш земной отец у вас чего-то просит? Что нужно делать? По минимуму или все-таки по максимуму? Иосиф не остановился в Сихеме. Он идет дальше в Дафан. В 17 стихе мы читаем «И пошел Иосиф за братьями своими и нашел их в Дафане». 18 стих «И увидели и они его издали». И прежде нежели он приблизился к ним, стали умышлять против него, чтобы убить его. И сказали друг другу «Вот идет сновидец». Известны эти слова в английском языке «Вот идет сновидец». Это фактически стало английской поговоркой «Вот идет сновидец». «Пойдем теперь и убьем его и бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет из его снов». Они решили сделать все, чтобы его сны никогда не сбылись и для этого были готовы убить его. Они хотели дать себе самим гарантию, что эти пророчества не сбудутся. Рувим старший слышит это и избавляет его от рук их, сказав «Не убьем его». И сказал им Рувим «Не проливайте крови, бросьте его в ров, который в пустыне, а руки не налагайте на него». Он братьям не рассказал, но замысел его был таков, чтобы потом прийти спасти его, отправить его домой. двадцать 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 стих «Приходит Иосиф и снимают одежду и бросают его в ров». Двадцать пятый стих «И сели они есть хлеб». Это указывает на их жестокость. Представьте себе, ваш брат брошен в ров, он думает, что вот-вот придет его смерть, он вас умоляет пощадить его, а вы сидите и едите хлеб. Вас это совершенно не беспокоит. Вас также не беспокоит, что вы едите и пьете на его глазах. Он прошел долгий путь, чтобы убедиться, что с вами все в порядке. Теперь он во рве, ему нечего есть, нечего пить, а вы на его глазах едите и пьете. Он страдает во рве. Вы можете себе представить правнуки Авраама. Вот как поступают они с братом. Вот поступают они, как они поступают с братом, который пришел убедиться в их благополучии. А как они поступят со своими врагами? Поразительно. Поразительно, что Библия рассказывает нам такое о главах колен израильских, о страшных их поступках. Эти истории не могут помочь израильтянам гордиться своим народом. Они не придуманы. Это истинные истории, которые верно пересказаны в Священном Писании. 25 стих. «И сели они есть хлеб, и взглянув, увидели, вот идет из Галаада караван измельтян, потомки Измаила, сына Авраама от Хагари. Они идут из Гелиада, они торговцы, у них верблюды, а у них, кстати говоря, среди прочего Ладан, тот самый Ладан, который потом принесут Иисусу в качестве подарка. Не тот, но тоже Ладан. Потом братья решают, может быть, заработать нам на Иосифе, если мы его убьем, ничего не заработаем. Давайте его лучше продадим. Продадим его в рабство. В рабство измельтянам. Ну, в конце концов, он ведь наш брат, убивать его, как-то негоже, а лучше продать. Да, ну, по крайней мере, Иуда начинает хоть что-то соображать, да? Так вот, проходят торговцы, купцы медианитяне, братья достают Иосифа и продают его за 20 шекелей серебра. Именно так и попал Иосиф в Египет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok